Зависть. Зависть. Что это такое? Насколько мы завидуем, насколько мы поражены этим, насколько мы вписаны в общий контекст мировой истории. Завистью дьявола в мир вошел грех и смерть. Зависть толкнула Каина на первое убийство. Зависть сопровождает очень многие знаковые этапы жизни человеческой, человечества. Живя внутри всего этого, вряд ли мы совершенно свободны от нее. Другое дело, что мы можем признавать ее за собой или не признавать, или делить ее на белую и черную. А еще есть такая интересная штука, есть такие истории успеха. Предлагается очень часто людям истории успеха. А в отличие от ЖЗЛ, из таких серий «Жизнь замечательных людей», там показывается жизнь великого человека, полководца, мореплавателя, ученого, художника от рождения до смерти. Там вот родился и не был никому заметен, потому что был обычен, там или потом отметились какие-то особенности, потом то-то-то, потом история взлета, потом падение, взлеты, падение, зачем он, чем он вошел в историю мира, ну и потом смерть. Вот в ЖЗЛ есть смерть. Последняя глава любой книги в ЖЗЛ, она посвящена последним дням, последнему часу, месту погребения, посмертному почитанию человека. Или забыли его, или там расстреляли его, там или анафемы предали его, или наоборот, похороны его превратились в народное празднество, то есть в торжество веры, как это было, например, вот там с похоронами Достоевского или Скобелева. Так вот, в ЖЗЛ есть рождение, там жизнь, слава и смерть. А в историях успеха, в глянцевых журналах, смерти нету. Там есть чуть-чуть рождение, там есть много о себе, ля-ля-ля, там вот что я, я кушаю на завтрак, значит, я люблю отдыхать, там, вот, о чем я вам никогда не скажу, там есть намек на что-то, вот, и там есть улыбка, значит, на фоне какого-нибудь интерьера, как правило, не на свежем воздухе, на интерьерном фоне. А смерти нету, значит, и вот нам кажется, значит, мы находимся в такой ложной убежденности, что жизнь должна быть именно такая, жизнь на глянцевом, это жизнь, жизнь без глянца, это не жизнь. Пока не показали по телевизору, значит, ты, как бы, тебе нет пока что, значит, на свете. Вот, и так далее. И вот, это стимулирует, как бы, такое, общее стремление прославиться. А прославиться, значит, не столько по-настоящему, сколько, значит, больше казаться, чем быть. То есть, есть быть, есть казаться. То есть, можно быть, и никто не знает о тебя. Позорное ничего не значит быть, прича на устах у всех, говорит Пастернак. Это вторая сторона. Когда тебе ничего не представляешь из себя, значит, однако являешься темой для разговоров. Это стимулирует, например, зависть, что еще. Вообще общая такая карпидием, такой ловите день, спешите жить. И жить торопится и чувствовать спешить. Только надо много всего, как дьявол показал Господу Иисусу Христу, все царство мира во мгновение ока, и говорит, поклонись мне, я все тебе дам. И знаете, как это было великолепно, все, наверное, выглядело. Это вот показуха вся эта, которая дьяволу не принадлежит, на самом деле, он мир не творил. Ему принадлежит царство греха, всякие страсти, всякие политические интриги, подковерные подлости. Там, где есть деньги и безобразие, там, наверное, он тоже плавает. Но вообще мир ему не принадлежит, хотя он имеет дерзость его показывать. Так вот, нам тоже сейчас показали, хоть мы в пустыню не уходили, а нам взяли и показали все царство мира во мгновение ока, значит. И пляжные курорты, значит, и горнолыжные курорты, и это, и это, и это. Съешь, одень, вкуси, посмотри, побудь, попробуй. Ах, ты не был? Ах, как же ты не был, значит. Как же ты живешь вообще, бедняжка? Ты там не был. А ты вот это вот не видел? Ах, не видел, бедный ты бедный. Как же так вот умрешь и не увидишь, значит. А что же ты видел вообще? Ах, ничего не видел. «Ну, бедный ты бедный, только в телевизоре видишь все, да? Ах, ну ясно только». И вот так грызут бедного человека со всех сторон, даже самого невинного человека, даже самого убежденного человека в том, что все это относительно нужно, или не нужно вовсе, там уж как кому получится. Даже такого человека все равно достает потихонечку, потихонечку достает, начинает несытым оком рыскать туда и сюда, что-то действительно жизнь проходит, я там не был, этого не видел, этого не знаю, и жизнь моя неуспешная, не проставился я, и не знает меня никто, эти все обогнали меня. Получается, что как будто специально некий дух цивилизации, в которой мы живем, как бы раздражает нас на желание какого-то такого быстрого-быстрого-быстрого успеха для того, чтобы стать калифом на час и потом исчезнуть без памяти. Это совершенно такой дух цивилизации, его нужно распознать. Вообще есть такая святоотеческая заповедь «пойми время». То есть понять, что в этом времени характерно для него, именно для этого времени. Хорошего и плохого. В каждом времени есть нечто хорошее, нечто плохое. И то, и другое нужно распознать. Вот распознаешь – блажен муж. Не распознаешь – болван ты, братец, и даром ты проживешь свою жизнь. Скорее всего так. Хотя и жестко звучит. То есть прекрасные вещи своей эпохи нужно распознать. И специфические дьявольские вызовы этой эпохи нужно распознать. И распознавшись, делать правильный выбор, понявший время, делать то, что нужно. Значит, вот специфический дух этого времени нашего – это как раз такое раздражение слабой души на то, чтобы получить все и сразу. Попытка расширить эту бедную душу до безмерных пределов, чтобы весь мир проглотить. Весь мир человек хочет проглотить. Ему даже половины мало. Хотя он настолько маленький, что сегодня глянешь, и нет его. Это все тоже разновидности зависти. Это все тоже как бы такая вот атака на сердце. Вообще с нашим сердцем воюют каждую секунду. 24 часа в сутки, 365 дней в году против нашего сердца и ума совершается некая невидимая брань. А мы или знаем об этом, но забываем, или не знаем совсем, или пробуем бороться, но ничего не получается. Такая лютая, на самом деле, лютая вещь. Такая происходит в мире. И вот все, что было в начале, все продолжается и сегодня. Значит, если вы спросите себя, завидую ли я кому-нибудь, то есть дергается ли душа моя туда, где есть что-то, чего нет у меня, чтобы и я, как все, чтобы и мне... Такое, то это, в общем-то, и есть такое вот... В чистом виде зависти – это печаль о благополучии ближнего. Всему хорошо, а мне от этого плохо. А в более таком разжиженном бытовом смысле зависть – это постоянно желание того, чего нет у меня. Не обязательно желать зла ближнему, у кого это есть, но я тоже хочу. Ну, чего у него нет, у него у меня есть. Что, как для... Можно без этого жить или нельзя? Можно. Ну, как? Как? Вот, почитайте не только глянцевые журналы, а и читайте Жезел. Скажем, Наполеон там в период, там, не знаю, там триумфа своего французского, там в период захвата половины Европы был на таком пике славы, что одни его ненавидели, другие ему ужасно завидовали. А уже на острове Святой Елены ему не завидовал никто. И вот в Жезел есть глава о последних днях жизни человека, а в глянцевых журналах нет. Поэтому, кроме глянцевых журналов, читайте еще что-то. Читайте человеческую жизнь, биографию чужую, как законченную книгу с первой страницей и титульным листом, и с последней страницей – эпилогом. И свою жизнь рассматривайте как законченную книгу, так сказать, имейте в виду, что в ней тоже будет последняя глава, а заботьтесь вопросом, на какой странице вы сейчас ее читаете или пишете. Сколько вам еще осталось? Как вы думаете, оборвется рассказ внезапно? И что это вообще будет? Повесть или роман, или фельдетон, или юморезка? Или это вообще будет какой-то черновик такой, значит, с помарками, только с одной гениальной фразой? Там в море смеялось. В общем, жизнь человека – это книга. Кстати, ее читают. То есть любая жизнь – это книга, и эта книга прочитанная. То есть ее читает Господь. Вот, пишем ее мы. И для того, чтобы эта книжка… Она не будет глянцевым журналом никогда. То есть не завидуйте тем, кто туда помещен, эти обложки, потому что это обман. Такой же, естественно, не бывает. Она гораздо более скромного формата, гораздо более скромного вида. Бумага в ней попроще, не виниловая, ни какая-нибудь навеленьевая, вернее, прошу прощения. И там есть последние главы, они самые важные. Эпилог будет самой важной частью нашей книги, которую мы пишем на следующую секунду. Так что никому не завидуйте, не измеряйте себя не с теми, кто плавает на яхте, но с теми, кто ест хлеб, заработанный своим трудом, и не боится спать ночью, потому что к нему никто не постучит из врагов. Меряйте себя, может быть, не с теми, кто, кто, ту-ту-ту-ту-ту, а с теми, кто имеет друзей, знакомых, можно меньше имеет врагов, кто родил, воспитал детей, дожил до внуков, кто приближается к черте 70-80 и знает, что после этого нужно будет встретиться с Господом. В общем, есть много критериев таких, которые говорят нам, вот с этими себя меряйте, а с этими себя не меряйте, потому что это совсем не так. То, что вам показывают, это не так. И, конечно, никому не завидуйте, потому что трудно прожить свою собственную жизнь, когда ты хочешь прожить чужую жизнь. Весь фокус в том, чтобы свою жизнь прожить, а не чужую. Чего я желаю себе и вам.